За несколько недель в лицее произошел ряд вопиющих фактов. Отравились несколько учеников, директор угрожал лицеистке, недовольной качеством питания, председатель родительского комитета была избита заместителем директора. Показательно, за неделю, после всего происходящего, после того, как я подала заявление в милицию, возбуждение уголовного дела, потому что это из ряда вон выходящая ситуация, рукоприкладство. И для меня было удивительным, что за неделю детям не принесены извинения. То есть наших детей оскорбили, нашим детям применяли слова «овцы, забирайте документы». И вы знаете, это, наверное, больше всего показывает моральный облик нашего руководства. Я мама Аллы Великсар, которую оскорбил наш директор, обозвав ее овцой. Сказал, если тебе что-то не нравится, забирай свои документы и пошла вон отсюда. Я этим фактом возмущена, потому что директор даже не извинился перед детьми. Прошлого года их оскорбляют. Это продолжается уже второй год подряд за то, что они высказывают свое мнение и им просто как бы не дают даже этого сделать. Наша мама пошла заступаться, выяснять отношения, ее избили. Мы вообще в шоке от этого всего. И я считаю, что эти люди просто не должны находиться рядом с нашими детьми. Но это еще не все. Родители уверяют, что они установили факты торговли наркотиками в лицее. При этом руководство учебного заведения даже не назначило внутренней проверки. Я услышала о том, что на территории лицея продаются белые таблетки наркотического происхождения. Это конкретно от мамы мальчика, который видел происходящее. То есть видел, как это все продается. Более того, мы назвали имена, кто это продает. И вы знаете, для нас было просто настолько удивительно, что никто не заинтересован здесь в разбирательстве. В ситуацию вмешались депутаты городского совета и чиновники мэрии. Проверять лицей будут сразу две городские комиссии. Вчера была депутатская комиссия по проверке питания. Также департамент образования направит еще одну комиссию по расследованию всех случаев, упомянутых родителями в данном лицее. И после всестороннего изучения, я думаю, будет принято взвешенное решение. Радует то, что департамент образования занимает взвешенную и принципиальную позицию в данном вопросе. Если факты, указанные родителями, подтвердятся, я думаю, последуют кадровые изменения. Наша съемочная группа попыталась поговорить о имеющихся проблемах с руководством лицея. Но директора не оказалось на месте. А его руководитель в телефонном режиме попросила подождать до конца урока. Несмотря на обещания, залуч к нам так и не вышел. Проблемы остаются нерешенными, а руководство лицея не желает общаться с прессой. Константин Гречан и Анастасия Кричко, телеканал Репортер.